МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но предприниматели перекрыли и его, установив новый блокпост. Поселок оказался отрезан от большой земли. Сейчас мы проедем до Шламбаума. Откуда дальше пути нет? Это единственная дорога, которая идет на Ордынку. На КПП нас не пропускают. Это уже вторая попытка нашей съемочной группы попасть в Ордынский. Первая была в прошлом году. Мы вместе с жителями пытались проехать в поселок. А вот эта дорога идет на поселок Ордынский, правильно? Эта дорога идет по трудам, а потом впоследствии идет. А как-нибудь через нее мы можем проехать сейчас? Я вас не пропущу. Жители Ордынского почти отчаялись добиться справедливости и вернуть себе свободу передвижения по единственной, ведущей в поселок дороги. Биться за свои права они не перестали. Но делают это теперь скорее по инерции. Допчемся на одном месте. Отписки, как будто любовные письма пишут нам, но никакого толка нет. Собственники домов проблемного поселка собрались в центре станицы Курчанской, чтобы в очередной раз обсудить положение дел. Почти два года мы не можем попасть в себе домой в поселок Ордынский, Демрюкского района. Раньше ездили по спискам, сейчас ничего не получается. Безлашнее. Безлашнее лишение собственности через ограничение доступа. Сейчас единственный способ попасть в поселок по воде. Но большую часть года и он закрыт. То не арест рыбы, то не погода. Да и плавсредства по карману далеко не всем. У меня нет лодки, у меня есть машина. Я последний раз был там примерно год назад. У меня там прописана семья, жена, ребенок. Я от раз-то попал, просился только, ездил в рыбинспекцию, вот с Александровичем ездили, просились, и в паран заставу, чтобы нас пропустили по воде. Вот я раз за полтора года проехал, там прокосил. Все, больше возможностей нет. В Ордынске мы все-таки попадаем водным путем, который большинству жителей недоступен. Воспользовавшись служебным положением, мы просим егерей взять нас на борт моторной лодки. Не растерялся и сторожил поселка пенсионер Николай Соколенко. Места в лодке хватило и ему. Тем более нам нужен был экскурсовод. А как вообще, чтобы нормально поехать, побыть там? Уже где-то год не было. Это очень дорого обходится, горючее часто какое. А мотор этот лодочный, он кушает, слава богу. Здесь, туда, на затылке, походим, это литра 40 надо. В поселке Ордынском около сотни домов, рассказывает местный житель Николай Соколенко. У каждого есть на руках свидетельство на собственность. То есть оно зарегистрировано. На него есть кадастровый номер, на него все есть полностью. Он считается, это не только какой-то там дачный участок, это считается поселок. Вон там стоит дом, если мы можем увидеть. Вот я вижу кусочек дома. Вот этот кусочек дома, это дом, двухэтажный дом. Вот этот двухэтажный дом уже за этим камышом не видать. Не дай бог, что не будет, пожар, и вот это что, оно будет гореть. Оно будет там, пор, все, сгорело и пошло. Дом самого Николая Александровича стоит на улице 140-летия станицы Курчанской. Такой же безлюдной, как и соседние. Покатил траву, побросал, погаляется все. Уже ее надо убирать, надо почистить. Вот свет провели, видите? Люди провели свет, заплатил за все, как положено. Притулили вот здесь кое-как, потому что здесь надо ставить стол. На столб надо вот это все затяжка, а потом от столба надо ставить. Но я не могу его поставить. А почему вы столб не можете поставить? А на чем его провести? Как его провести? Неужели довезти стол? Вагончик, что же вагончика начинает вставать? Уже вон появляются дыры, вон они, и все. Потому что оно все стоит обшарпанное, все у нас стоит, оно все ржавеет, все пропадает. О том, что в поселке нет жителей, пронюхали мародеры. Повадились пробираться среди бела дня. Бояться-то нечего. Вот и у Николая Александровича недавно украли новую лодку. Вот на вот этом месте была лодка. Вот сейчас где две лодки лежат, а лодка была... Вот так, кстати, вот остался трос, с которым была прикована лодка. Вот он, трос остался, вот. Вот она. Лодка стояла здесь до дерева приткнутая. Я ее покрасил, все обделал, приготовил, пускаю все. Ну и все, приезжаю. Если люди звонят мне, что лодки нет. Приехали сюда с милицией, вот то, что обнаружили. Ордынский странный поселок. В домах никто не живет, а инфраструктуру строят. Вот, например, новый трансформатор. Его установили примерно полгода назад. Здесь стоял трансформатор маломощный. Привезли, поставили трансформатор по норме. И провели отдельную линию, вот линия пошла. И она линия пошла, видишь, он заканчивается, идет ко мне. И потом от меня пошла до прощинка. Николай Соколенко показывает самый старый домик поселка. Ему не меньше 80 лет. Тут жила бабушка, звали ее Феня. Она тут и умерла в этом доме. Вот это же к ней была и дорога была. К ней же приезжали, подъезжали, возили ей хлебушку, возили ей соль, там, и муку. А вот та самая единственная дорога, по которой жители Ордынского ездили с 37-го года. Проехать по ней можно и сейчас. Единственная проблема. Через 10 километров дорога общего пользования заканчивается и начинается частная территория. Жить в Ордынском, пожалуй, не стал бы и самый убежденный отшельник. Небезопасно. Местные говорят, у шлагбаума не всегда пропускают даже спецтехнику. Ни почта, ни скорая помощь, ни полиция. Летом, 10 июля в прошлом году, в 16-м году, горел вагончик. Значит, его, ну, как бы пустили, но очень поздно уже там сгорело все. Жители Ордынского изучили все старые документы. В музее нашли карту. В ней четко обозначен и сам поселок, и дорога к нему. Вот Курчанская, вот Курчанская идет дорога, вот идет светлый путь, вот, и вот она идет через, тут сейчас Рыбкоз стоит, поиска Курчанская. И вот наш поселок, Рыбкоз и вот Тренога, вот наш поселок, вот дороги были. Вот сюда, вот сюда перекрыто, а здесь они как бы сделали дорогу, установили шлагбаум, а вот здесь перекопали они. Кто прав, кто виноват, правильно? Каратееву ты не скажешь, что ты не прав, потому что Каратеев купил эту дорогу, в принципе, с Рыбкозом. Все выпроспирается, что у него собственность, его собственность. Он купил его собственность, а у нас сейчас собственность. Получается, что Ордынский это поселок мертвых душ. Он есть на карте, но к нему нельзя проехать, и в нем никто не живет. По сути, люди стали заложниками чужих интересов, администрации и предпринимателей. Малую частную собственность поглотил большой бизнес. Вроде бы все по закону, вот только сами жители Ордынского остались за бортом справедливости. Мы едем к директору рыбхоза Курчанске Сергею Каратееву. Это его жители обвиняют в сложившейся ситуации. Бизнесмен объясняет, он бы и рад пропускать посторонние машины на территорию хозяйства, но не имеет на это права. Не может ПСК Курчанский обеспечивать инфраструктуру дороги общего пользования, не имеет значения местного, федерального, любого. Это не наша обязанность, мы права не имеем на это. По законодательству Российской Федерации мы не обязаны кому-то в пользу не давать свое имущество. Раньше дорога для жителей Ордынского была открыта по договоренности с администрацией Курчанского сельского поселения. Некоторое время мы пропускали людей через территорию по соглашению с администрацией, которая сказала, что будет нам помогать по содержанию дорог. И мы как крайнюю меру эту удовлетворили определенное время. Ну как определенное время? Где-то в течение 10 лет мы пропускали людей по спискам. За 10 лет ни одного кубометра щебня, который обещали, 2,5 тысячи кубов ежегодно, ПСК Курчанский в виде помощи, так не смогли завести. Из-за свободного въезда на территорию рыбхоза, рассказывает Сергей Каратеев, у предприятия начались проблемы. Пошли хищения, разбои, стрельба на территории, сносили шагбаум, заезжали к нам в пруды. Людей даже ловили с нашей рыбой. Он говорит, я ее нашел на берегу. Сергей Каратеев говорит, что устал оправдываться, ходить по судам и принимать проверочные комиссии. Во время последнего суда эксперты изучили вопрос и предложили альтернативный вариант – построить дорогу в обход рыбхоза. За пределами этой территории можно без проблем сделать альтернативную дорогу, которая к поселку, к инфраструктуре должна идти по-любому. О правах жителей Ордынского и позиции господина Каратеева мы решили поговорить с местными властями. Заместитель главы Темрюкского района Андрей Харщев заявил, подлинность документов, а именно купли-продажи участка земли Курчанского рыбхоза, ставить под сомнение нельзя. Бумаги прошли множество экспертиз. Все эти документы неоднократно проходили различные проверки, и коллег из Краснодарского края мы проводили правовую экспертизу уже. И все они, самое главное, пришли к государственной регистрации. В районной администрации до последнего надеялись, что тратить бюджетные деньги на строительство новой дороги не придется, и господин Каратеев все-таки пойдет на уступки жителям. Администрация обратилась к директору ПСК Курчанский с просьбой выделить земельный участок, передать его в муниципальную собственность, чтобы администрация сделала там дорогу. Понимание не было получено от руководства ПСК Курчанский, поэтому в январе 2017 года мы обратились в суд с этим же вопросом, чтобы решить его в рамках судебного производства. Темлюкский районный суд нам отказал в принятии искового заявления. Отказали чиновникам и в апелляционной инстанции. И тут на защиту прав жителей Ордынского встала прокуратура. При наличии сведений о проблеме органами местного самоправления до настоящего времени не приняты комплекс мер по урегулированию сложившейся ситуации. Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд с исковыми заявлениями о понуждении устранить нарушения и обеспечить транспортную доступность для неопределенного круга лиц поселка Ордынский. Только в этот раз ответчиком в суде станет не руководство рыбхоза, а власти Темрюкского района. Если иск будет удовлетворен, именно им предстоит обеспечить беспрепятственный проезд в Ордынский. В ходе рассмотрения обращений жителей поселка Ордынский по вопросу отсутствия свободного проезда по дороге, проходящей через территорию кооператива Курчанский, выявлены нарушения прав граждан и требования федерального законодательства. Законодательством предусмотрена обязанность районной администрации по обеспечению транспортной доступности населенных пунктов. Задим только выход. Вам получается администрации района построить новую дорогу для этого поселка, правильно? На сегодняшний день мы видим именно такой вариант решения событий. Решение вопроса находится в плоскости судебных разбирательств, и на судебный процесс никак не может повлиять. Но в любом случае, рано или поздно, дорога туда будет? Мы работаем в этом направлении. Мирового соглашения в этом конфликте интересов уже не достичь. Пробовали. Администрация пыталась исправить свою ошибку. Но установить сервитут через рыбхоз Курчанский так и не получилось. Сейчас, по сути, единственная инстанция, которая может решить проблему, это прокуратура. В любом случае, в свои дома жители Ордынского вернутся не скоро. Когда будет построена новая дорога в поселок, власти Темрюкского района пока не знают. Анастасия Боровикова, Евгений Береснев, Сергей Рублев, Кубань, 24, Темрюкский район. КОНЕЦ